Жесткая силовая борьба, пробежка с мячом, разрушен контакт и даже захваты руками. В Махачкале состоялся второй турнир по рэгболу. В соревнования собрали 13 команд, представляющих самые известные спортивные школы Дагестана. Все подробности у Курбана Рагимова. Олимпийские чемпионы и бойцы ММА на одном ковре. Симбиоз рэгби, баскетбола и борьбы знаком спортсменам не понаслышке. Рэгбол входит в программу тренировок единоборцев, но с недавних пор стал набирать популярность как отдельный вид спорта. Сегодня в каждом зале уже есть команды городские, которые играют очень активно. Начиная с депутатов народного собрания, городского собрания. Разные люди солидные, именитые спортсмены. Обычно они собираются и играют. Эта игра уже в народе есть, она народная игра. И собрать их не было тяжело, все охотно согласились. Командная игра, где можно проявить не только тактику, но и физическую силу, пришла с дагестанцем по душе. Задача здесь предельно проста – закинуть мяч в корзину. Два тайма по 10 минут без компромиссной борьбы. Проигравшая пятерка отправляется в группу «Б». Фавориты продолжают путь к наградам. «Слабых команд даже нету здесь, поэтому на каждую игру будем настраиваться. Сейчас осталось 4-5 команды, сейчас посмотрим, как пойдет. Еще мы не знаем, кто кого выиграет, поэтому настроены только на победу. Вы видите, столько ребят мы еще, кого не виделись, кого здесь объединились, и друг друга поздравляют, увидятся, побороться за мяч. Поэтому такой небольшой настрой ребят, она очень сплачивает ребят, поэтому она очень нужна». Привлек реббол внимание и иностранных борцов, прибывающих в Дагестане на сборах перед Алиевским турниром. Свои составы заявили команды Германии и Доминиканской республики. Немцы в итоге поделили бронзу со школой Али Алиева, а вот первое место досталось команде воспитанников Абдулманапа Нурмагомедова. В финале они победили у прошлогодних чемпионов из Хасавюрта. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.